Веры им нет. Религиовета задержания американцев в Новороссийске. Радио Спотник. Веры им нет. Религиовета задержания американцев в Новороссийске. 11.2 фото. The Book of Mormon. Книга Мормона. Book of Mormon. Фото. The Book of Mormon. Посольство США подтвердило задержание двух американцев в Новороссийске. По некоторым данным, это были последователи религиозной организации мормонов. В эфире радио Спотник. Ситуацию прокомментировал профессор Мглу Роман Силантьев. 6 июля 2018 года. 8.31 политолог рассказал, какую опасность для России представляла Аум Сенрикё в Японии и казнили основателя секты Аум Сенрикё Сёка Асахару. Нужно всегда помнить, что подобные организации могут возродиться, отметил в эфире радио Спотник. Политолог Дмитрий Журавлёв. Посольство США в России подтверждает задержание двух американцев в Новороссийске, заявил ее новости пресс-секретарь депмиссию Андреа Калан. «Мы можем подтвердить, что двое американцев были задержаны в Новороссийске. Оказание содействия американским гражданам за границу наш главный приоритет. По соображениям конфиденциальности мы не можем предоставить другой информации», сказала Калан. Ранее эту информацию подтвердили в Департаменте информации и печати МИД РФ. Приморский районный суд Новороссийска ранее признал двоих граждан США виновными в нарушении пограничного режима. Ранее телеканал KSL TV сообщил, что Церковь Иисуса Христа Святых последних дней заявила о задержании в Доме собраний в Новороссийске двух своих добровольцев в России. На сайте Приморского райсюда Новороссийска появились данные по административным делам о нарушении пограничного режима, вынесенные в отношении Гаги Дэвида Уда и Бродовского-Колидовича по части 2 статьи 18.8 КОАП РФ «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне». Церковь Иисуса Христа Святых последних дней наиболее крупная ветвь мармонизма. Иностранных миссионеров из США неоднократно задерживали в России по подозрению в шпионаже и в нарушении правил пребывания в стране. В эфире радио «Спутник» профессор Мглу, директор Центра географии и религии РПЦ Роман Силантьев прокомментировал ситуацию. Это не первый случай, когда у нас задерживают мармонов за проникновение в закрытые зоны, на территорию закрытых городов, на территорию военных объектов. Такая вот специфика у этой религиозной организации. То ли они это специально делают, то ли не специально. Но как-то особой веры им нет. Сейчас мармоны резко снизили у нас свою активность, в России их не так много. Но, как известно, молодые мармоны должны отработать довольно длительное время на свою секту, занимаясь миссионерской деятельностью по всему миру. Совершенно не исключено, что кто-то из них используется в качестве разведчиков, сказал Роман Силантьев. 12 февраля 2017 года, 14 часов. Косил косой косой косой. Саентологи не шутят для большинства стран, где саентология официально запрещена. Она не научно-религиозное движение, а тоталитарная секта. Правда, с точки зрения религиоведения, тоталитарная секта понятия не вполне определенное. Но разве слово саентология яснее?